МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире нашего телеканала программа Город сегодня. Здравствуйте. Все больше жителей Ксюбия расплачивается за покупки безналично. Конечно, нам еще далеко даже до ближайших соседей. В Оренбурге, например, даже в киосках принимают карточки. А к тюбинцам же посттерминалы доступны в основном в супермаркетах. Еще в октябре 2016 года правительство обязало принимать платежи безналично не только в магазинах, но и турфирмах, гостиницах, мастерских. Заплатить за детский сад или визит к врачу, покупку билета или перевозку грузов все это должно быть доступно любому гражданину. Всего 14 видов деятельности представлено в списке безналичных операций. Освобождаются от установки посттерминалов разве что продавцы сельхозпродукции, собственного производства, рыболовства, а также те, кто торгует в нестационарных точках продаж. Несмотря на то, что принимать карточки должны практически везде, пока они распространены недостаточно. Во-первых, торговать за наличку предпочитают коммерсанты, которым выгодно скрывать реальный оборот. Во-вторых, сами покупатели по привычке используют купюры чаще, чем пластиковые карточки. По данным 2016 года, половина держателей карточек пользовались ими один раз в месяц, когда снимали в банкомате зарплату или пенсию. Что сделать, чтобы люди чаще пользовались посттерминалами? И почему это выгодно государству? Поговорим с руководителем отдела мобильной группы управления государственных доходов Конышкали Шалаевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько часто сейчас актюбинцы используют безналичные расчеты? Посттерминал необходим в основном для всех предпринимателей, которые занимаются торговлей и другими видами деятельности, установленные постановлением, то есть утвержденные постановлением правительства Республик Казахстан. Ну, по нашим данным, по данным, полученным по сведениям из Национального банка, актюбинского филиала Национального банка, на сегодняшний день у нас по городу Актюбе где-то зарегистрировано около трех тысяч посттерминалов. Ну, вернее, договора составлены с предпринимателем на обслуживание трех тысяч, ну, порядка трех тысяч посттерминалов. Ну, в основном пользуются категории лиц, посттерминалов пользуются категорией лиц, то есть это, ну, соответственно, госслужащие, студенты, пенсионеры, плюс все большие предприятия, которые перечисляют зарплату на карточке. Очень довольно часто. А вот скажите, пожалуйста, какие учреждения обязательно должны иметь посттерминалы? Согласно постановлению правительства у нас есть перечень, то есть перечень отдельных видов деятельств и применение оборудования, то есть предназначенное для приема платежей. То есть эти деятельности определены в постановлении правительства, оптовая розничная торговля автомобильными, мотоциклами, их ремонт, техническое обслуживание, оптовая розничная торговля, предоставление услуг гостиницами, предоставление услуг ресторанов, прочие виды организации питания, продажа проездных документов, багажной грузоборительной квитанции на воздушном и железнодорожном транспорте, предоставление услуг транспортной обработки грузов, складированию, хранению, вспомогательные услуги по транспортировке, деятельность туроператоров, деятельность в области страхования, деятельность в области здравоохранения, в области образования, деятельность по распространению кинофильмов, видео и телевизионных программ, показ кинофильмов, деятельность фитнес, спортивных клубов, дискотек, организация азартных игр и заключение пари и предоставление услуг по Боу-Легео Кегельбану. Знаете, много интересных вещей сейчас сказали, которых я не знал. А вот почему нужно обязательно требовать чек? Почему нужен чек? Большинство к нам в УГД поступают жалобы, что не дают чеки предпринимателю, что в дальнейшем они, в случае, если товар, приобретенный ими товар или услуга, ну, не соответствует стандартам или еще, чтобы они могли вернуть его. Когда они возвращают, уже тогда продавец или тот, кто предоставляет услугу, требует от него чек, чтобы он потом мог доказать, что действительно я у вас взял этот товар. Вот некоторые коммерсанты жалуются на то, что обслуживание посттерминалов – это дорого и приводит к повышению цен. Это действительно так? Банки второго уровня, которые обслуживают эти посттерминалы, на расчетные счета, у них есть свои ставки. Мы очень много проводили круглых столов совместно с банками второго уровня, совместно с палатой предпринимателей Атомикен, то есть собирали все банки, которые они… Ну, каждый банк по-своему. У кого-то 0,5% за обслуживание, у кого-то 1%. Кто-то может дать рассрочку, там, полугодовую или годовую. Ну, это уже чисто договорные условия с этим. Но большой такой наценки банковской, ну, максимум 1% от суммы. Сейчас городские власти активно продвигают систему Smart City. Скажите, это, вероятно, также повлияет на расчеты по картам? И это тоже часть проекта? Ну, Smart City сейчас, это в настоящее время, да, это актуально, потому что это, как бы, более удобно, более выгодно, более не требует больших затрат. И я думаю, что это нормально. А вот за отсутствие посттерминала предпринимателю грозит какой-то штраф? Да, в соответствии с кодексом административного правонарушения, статьей 195, за отсутствие посттерминала мы, то есть, накладываем административный штраф. Но необходимо учесть, что по первой части данной статьи первый раз мы предупреждаем. Однако, если в течение года он не исправится, это положение, уже будут штрафные станции, порядка, около 100 тысяч тенгер. Каким образом безналичные расчеты сокращают объем черного налого? Ну, тут вопрос, как бы, я не могу сказать, что именно безналичный расчет сокращает объем черного налого. Здесь говорит о том, чтобы меньше было денежных средств на руках, то есть, более удобно, более цивильно рассчитываться карточкой, как это во всех развитых странах. Ну, это одна сторона, вторая сторона. Есть, конечно, такие случаи, я точно не могу сказать, это не по нашей, как бы, части, что тех же граждан, пенсионер или другого, он идет, получает, ну, как по привычке, снимает карточку, свою пенсию или зарплату, или там, стипендию. Где-то люди могут это, которые могут ограбить или еще что-нибудь. То есть, а если карточка, он защищен, то есть, у него есть свой пин-код, свой пароль, который он только может, он снять. А тут что, кошелек своровал, и все. Ну, к примеру, говорю, да, и ушла все, уже ничего не найдешь. А даже если карточку он утеряет, он банк сразу пойдет и восстановит. А деньги останутся. А вот в прошлом году была акция у вас «Требуй чек, выиграй приз». В этом году не планируете подобную акцию? В этом году, да, у нас запланирована эта акция, совместно сейчас вот с акцематом города Ктюбе. В прошлом году мы проводили акцию «Требуй чек, выиграй приз». Эта акция проводилась комитетом государственных доходов, то есть нашим высшестоящим органом, который, то есть, республиканская акция. Мы ее хорошо провели, были выделены денежные средства, ну, это комитет, все, организация за комитетом была. В этом году мы уже по городу Ктюбе, совместно вот с акиматом города Ктюбе, согласно планам мероприятий, по улучшению деятельности посттерминалов, утвержденной акимом города Ктюбе, в конце ноября. В этом году вот мы планируем совместно с банками второго уровня, с отделом предпринимательства города Ктюбе, мы будем подключены со своей стороны, как бы, разъяснительной работой. Благодарю вас за беседу в сегодняшнем эфире, всех вам благ и побольше позитивных моментов жизни. Спасибо. Всего хорошего. Платежи, налоги и прочие финансовые операции все активнее переводятся в безналичную форму, и многие люди уже считают это удобным и безопасным способом расчетов. Войдет ли Ктюбе в список городов, где смарт-система прижилась и развивается, зависит от нас с вами, и от покупателей, и от продавцов. Чем больше будет оборот таких платежей, тем выгоднее всем сторонам. На сегодня все. Не бегите за деньгами, идите им навстречу. Главное, чтобы крепкое здоровье было. До встречи в эфире на Рико ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин